Всем привет, мои дорогие друзья! С вами Сан Саныч Богомолов. Если кто-то еще не знал, я сейчас строю дом для ПМЖ. Мы сюда хотим переехать на постоянное место жительства. Сейчас идет практически завершающий этап стройки. Делается отделка, окна, двери. Покажу, как мы закапывали септик стоимостью 150 тысяч рублей. Сегодня на казане приготовим суп харчо. Ну что, ребят, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Погнали! Сейчас быстро обожгем кальян, хотел сказать. Быстро обожгем казан. Мы его уже помыли с моющим средством. Сейчас вот от дома. Опа! 200-ый брус вообще порядочно горит. В холодную воду, ребят, закидываем ребрышки. Вот они. Тут 400 грамм ребер. И закидываем говядину на кости. Замерзшая она, конечно. Но она тоже, типа, короче, тут ребрышки, кости, все подряд. Говядина на кости. Это для наваристого бульона. Сейчас закипит, друзья, закипит все это дело. На медленном огне будет час примерно готовится наш бульон. Вон, стройка идет. Сейчас покажем вам стройку. Вот это сейчас нарезаем такими прям большими. Это у нас петрушка, кинза тут. Так вот закинули все это дело. Это петрушка, я так понимаю. Так вот прям размяли, да? Оп, размяли, ребят. И кидаем чесночок туда. Берем зеленый перец, красный. Кто-то просто в конце его для красоты, для украшения. Я люблю, чтобы он такой суп харчо. Тем более сейчас холодно. Такая погодка. Хочется согреться. Прям вот с жопками поострее, чтобы было. Закидываем туда. Падла, продал мороженый лук. Крысеныш. Говорит, брат, хороший. Просто ужас. Но у нас же в машине не могло так замерзнуть. Вообще в оригинальном рецепте, ребят, я вычитал оригинальные рецепты. Написал знакомому грузину. Говорит, никакой баранины. Перевод харчо, он переводится, суп из этой. Ну, вы поняли из кого. Из говядины. Но ничего там не говорится про помидоры. А я очень люблю с помидорами. Но не возбраняется кинуть помидоров. Вообще, даже приветствуется. Сейчас помидоров надо кожицу снять. Кипятком их отдать. Но ничего страшного. Вот он, друзья, ткемали. Вообще, отлично. Весело прям. Луковицу. Лавруху. Пару штук. Перец. Горошком. И сейчас самое главное, друзья, самое главное. Мы снимаем, снимаем вот этот жир и удобряем наше растение. Вот эту пенку всю, грязь эту, она лишняя. А сколько метров надо выкапывать вот туда? Два десять. Два десять, да? Два десять, два пятнадцать, наверное. Ага, утеплили. Стройка идет потихоньку. Так, ну что. Все, завершающий этап. Хуже. А вон на пятое. Маленькое. Две маленькие. Сейчас я их перенесу в другую сторону. Две маленьких, три больших, семья целая. Ага. Ребята раскопали. Они все сонные. До этого мерили. Все, друзья. Тихо, тихо. Все, выровняли мы наш костер. Стройка кипит полным ходом. Вот листы ГВЛ. Это будут делать нам кухню, ой, кухню, ванную с туалетом. Вот здесь у нас стоит унитаз по акции взял за 6900. Здесь двери, ребят. Это входная дверь металлическая с терморазрывом. Здесь у меня плитка лежит. Плитка. Это обналичка на двери. Вот это у меня ванная. О, вот две. О, кстати, окна. Которые я заказывал в компании. Башкирские окна. Из дерева. Офигенные. Три стекла. Двойной стеклопакет. Это у нас будет сауна. Сауна будет сухая. Это тоже окна. Сухая сауна. Сегодня мы еще устанавливаем септик. Это у меня кухня. Попозже еще чуть вам расскажу. Субтитры сделал DimaTorzok Надежнее, чем герметиком, да? Немного соли, друзья. Все. Ребят, засыпаем рис. Полкилограмма риса. Минут 15-20. Он сейчас с рисом покипит. О, помидоры наши уже все. Размочалились. Оп, друзья. Гранатовый сок. Немного вообще гранатового сока. Вот сюда сейчас. Вот это приправа для супа харчо. Тут хмели-сунели. Потом еще какие-то приправы. В общем, все-все-все для харчо. Вот на это наш тут вкус. Самый главный вкус. Ничего не видно. Просто все в дыму. Плюс все в этом. Идет пар. Вот это, я так понимаю, завершающая стадия. Или нет еще? А здесь ходить по трубе можно, да? Которая у нас вот спокойно. Ничего страшного не будет. Вот, кстати, сам создатель приехал к нам. Да. Мы познакомимся. Юрий Олегович? Юрий Олегович. Юрий Олегович. Это человек, который привез, можно сказать, в Россию данную технологию. Почему привез? Это моя технология. Ну, изобрел, привнес. Да, изобрел. То есть, нет, ниоткуда она не привезена. Это установка ЮБАС. В новом, в принципе, в корпусе. Можно посмотреть, что здесь интересного, да? То есть, вот мы открываем. Внутри там ничего нет. Да? То есть, вот можно ее покупать, да? Отдельно. Как бы вот эту емкость, да? Ага. Как, когда вот монтируется дом и так далее. А когда уже начинаете жить, да? Вы берете и вставляете туда вот технологию, да? Которая вот здесь вот отдыхает у вас возле домика. То есть, она может сейчас и не приобретаться, да? То есть, она стоит, ждет своего часа, чтобы ее никто не украл, ничего. И, как видите, в любой момент, когда вы проживете и, может быть, здесь что-то забило, вы вот эту емкость сможете оттуда вытащить, отремонтировать, заменить элемент. Аэрации там, да, он заменяется через там лет, в принципе, 10. Но все равно этот момент подойдет. Мы вытащили спокойно. Вам не надо никуда не перекачивать, ничего. Вы ее вытащили, положили, обмыли, сделали здесь все. И если там какие-то еще модернизационные моменты, все сделали здесь, поставили опять. И она функционирует без всяких, не надо внутрь залезать, не надо приобретать там какие-то азыкатор или еще что-то. Вот только так, да? А вода на выходе, в принципе, под полив годится, да, нормально? Вод вода, да, вод вода, она очищается, да, не хуже, чем в установке Юбос классической, да, не хуже, а тем более не хуже, чем в топазе. Да, то есть, это установка на сегодняшний день, единственная установка поколения 4+, да, вот если посмотреть по поколениям, то АПАС и вот эти вот все установки, и Юбос тоже, в принципе, классический, он относится к третьему поколению, да. А вот эта установка, она не то, что может монтироваться и обслуживаться самостоятельно, но она может монтироваться самостоятельно, именно технологическая часть отдельно, корпус отдельно. И работать, если она чисто так в корпусе, она будет работать просто как сепсептик, да, стоит вам попустить технологическую часть, она уже будет работать как суперсовременная установка. Стал соочистки. Стал соочистки, да, и будет там инкубироваться биомасс. Что касается порошков, эта установка 2 раза в неделю, она выдерживает без проблем для выходной воды. Если вы будете стирать там 3-4 раза в неделю ребенок, то в моменты стирок вы можете еще наблюдать о выходе помутнения воды, да. Ну, если, конечно, будете еще больше стирать, да, ну, вода будет мутной, да. Но 3-4 стирки в неделю, да, для, в принципе, для человека, это вполне нормально, да. Если же что-то случилось, и вам нужно стирать гораздо чаще, да, если есть такой, так называемый, пиофокс оксидол, да, вы его прямо развели возле унитаза, и в моменты, когда стирка поступает сюда, да, просто вы не выливаете иммунитаз, он будет как бы помогать перерабатывать эту вот стирку, да. Ну, а все остальное, бумага, она поедается без бактериями проблем, бактериями, и они здесь появляются сами бактерии. Не надо их подсаживать. Это инкубатор, да, то есть, если вы сходили по-большому в туалет, процесс... Запустился. Запустился, и он вот так каждый раз, вот, штаммы свои же, то есть, вот эти все установки, именно аэросептики, это инкубаторы для вашей же биомассы, то есть, они продолжают тот процесс поедания, да, но для них это загрязнение, а для вас это... Кишечники, а здесь это вот... То, что в кишечнике, да, то, что кишечник выдает в качестве загрязнение, для них это питание, скажем так. Превращение септика в установку глубокой биологической очистки. Это уже отсюда, получается, в чистую перелывание. В чистую, да. В чистую уже уходит. Все уходит, ага. Вот это запашина. Посмотри. О, какой нажор. Отличный супец. Острое, очень сильно, потому что два перца туда кинули, ребята. Надо было все-таки один перчик кидать. Нажористый мясной бульон. Лист не разварился. Вообще отлично. Время полпятого. Посмотрите, ребята. Хочу сказать так. На казане харчо получается намного вкуснее. Вот с этим дымком, с привкусом дыма. И аутентичная вот эта тарелка, ребята. Напишите, откуда она. Обожрались мы харчо. У рабочих сейчас тоже такой поздний обед. Им тоже харчо понравилось, говорят. А, кстати, прикинь, говорят, не острое. Давайте, друзья, подведем итоги прошедших нескольких недель, что было сделано на стройке. Вот он стоит у нас. Септик, да, вкопанный все. Сейчас грунт немножко провалится. Мы его еще отсыпем. Было 13 метров прокопано траншея на метр двадцать. Водопровод зимний будет. Он утеплен. Плюс еще будет заведено 6 метров примерно греющего кабеля. Вот здесь выходит труба канализационная в станцию глубокой биологической очистки. Оттуда будет переливаться, вот здесь я, наверное, сделаю себе 7 колец на грунт, чтобы уходила. Это у меня кирпичи лежа, откладка для печки. Это профиль, гипсокартон влагостойкий. Здесь у меня лежит двадцатая фанера под пол. Вон печка, Ермак 16. Евро-вагонка. Здесь у меня ламинат укрыт. На втором этаже уже стропильная система сделана полностью. Вот, смотрите, какая интересная штука. Завтра будем устанавливать окна, уже начинать. В общем, завтра уже сюда окно поставим. Потолок хотим с женой в белый цвет покрасить. Этот тоже в такой светлый цветик какой-нибудь. Принято решение на втором этаже заменить лаги 150 на 200 и сделать утепление побольше. И, соответственно, прочнее второй этаж будет. Ой-ой-ой, чуть не упал. Это наша с женой комната 11 квадратов после обшивки. Она будет 11 квадратов. Сюда ляжет фанера, на фанеру ляжет ламинат. А, ну еще сначала пара-пара защита. Вот. Здесь тоже еще одна комната будет небольшая, порядка 8 квадратов. И эта комната 8 квадратов. У нас сейчас, в которой мы живем с женой в комнате в Москве, она 7 квадратов. Небольшой, конечно, домик у нас порядка где-то 85 квадратов. Все вместе. Но, я думаю, вполне нам хватит. Не забывайте подписываться на канал, ставить палец вверх. Кому понравился выпуск про стройку, пишите в комментариях. Я еще обязательно сниму, еще сделаю обзор, когда мы уже все построим. Будем мебель выбирать, ставить. То есть, рум-тур такой по квартире сделаю. Огромное спасибо за септик. Ссылки я на компанию оставлю в описании. Всем пока-пока и до новых встреч. Я поехал домой, друзья. Завтра новый день и опять на стройку. Самое главное не упасть отсюда.